Всем привет! Это канал Таня Престанца. Сегодня намечается очень интересный выпуск, потому что я буду беседовать с прима-балериной Большого Театра Евгенией Образцовой. Мы поговорим о ее творчестве, о жизни, о питании, обо всем самом интересном. Евгения, во-первых, хочу сказать спасибо большое, что вы нашли время для того, чтобы встретиться с нами, с подписчиками нашего канала, моего канала. И хочу начать с того, сейчас у вас скоро начнется сезон. С каким настроением вы вступаете в него? Удалось ли вам отдохнуть морально, физически за летний период? И какие у вас планы, если можно чем-то уже поделиться на этот сезон? Да, я прекрасно отдохнула этим летом, впервые позволила себе достаточно долго отдыхать. И новый сезон уже начинается, он начнется для меня с гастролей, с моих собственных, их будет много. И только к концу октября я, дай бог, вернусь на сцену Большого театра, в спектаклях Большого театра. В планах этого сезона, пожалуй, самая главная моя цель – это мой вечер, мой, если так можно сказать, бенефис, который я сейчас готовлю. Пока очень подробно я о нем не расскажу, но вкратце это будет такой автобиографический спектакль небольшой. Он будет сочетать в себе элементы и балета, и драматического искусства. То есть это не будет исключительно только балет или танец. Я хочу сделать что-то очень понятное и близкое людям, даже не очень понимающим, что такое классический балет, скажем, которые скучают в классическом театре, чтобы мое представление было для них более понятным и интересным. Динамичное, с хорошей музыкой, безусловно, живой, с актерами драматического театра, с танцовщиками из Большого театра и, возможно, других театров Москвы. Ну, одним словом, некий синтез танцевального и драматического искусства, который не был бы примитивным, но в то же самое время был бы достаточно легок к восприятию человека далекого от балетного искусства. А когда это планируется? Мы можем пригласить сейчас зрителей, подписчиков, хотя бы примерно когда? Весной 2020 года. Хорошо, это будет интересно. Друзья, прошлый выпуск Ксении показал, что вам интересна платная подписка. Кто не видел, можете посмотреть его. Поэтому с октября мы вводим платную подписку для нового проекта «10 шагов к станку». За небольшую плату, 300 рублей в месяц, вы получите доступ к полноценному курсу, где мы с Ксенией будем разбирать, как продуктивно, быстро и, главное, безопасно подготовить свое тело к станку. Хронометраж видео около 30 минут и выпуски в этом разделе будут появляться 2 раза в месяц. Вы сможете включать видео и заниматься вместе с нами. И, кстати, это будет полезно не только тем, кто только начинает свой путь к станку, но и тем, кто уже занимается даже пару лет, потому что всегда есть какое-то недопонимание техники. По себе это знаю. Поэтому следите за новостями. Скоро рядом со стандартной подпиской появится кнопка «Спонсировать». Нажимайте ее и далее действуйте по инструкции. И что важно, что на канале выпуски будут выходить в обычном режиме 2 раза в неделю, то есть ничего не поменяется, если даже у вас не будет способской подписки. Ну вот вы выбрали драматическую сторону, потому что вам это тоже очень интересно. Насколько я знаю, я готовилась к интервью, я посмотрела очень много ваших интервью. И, насколько я знаю, что вот драм-балет, как вы говорите, очень вам интересен. То есть это важно, чтобы была не просто хореография, насколько я поняла, почему вам так важно и интересно. Помимо того, что вы снимаетесь в кино, я знаю, что вы тоже актриса. Вы относите себя как к актрисам? Я не отношу себя как к актрисам. Я балерина и, в общем, проживаю свою жизнь на сцене и на подмостках театральных именно. И кино – это очень интересное событие в моей жизни. Если оно повторится еще раз, я буду только рада. Но я считаю, что у всех есть свое призвание и свое место. И единожды, появившись на сцене, я уже поняла, что это то место, где я хочу находиться и то место, где я хотела бы служить. Поэтому, прежде всего, для меня это театр. И почему драматические роли? Опять же, именно поэтому, потому что театр – это жизнь, театр – это какая-то история. Театр – это некое событие, которое погружает человека, пришедшего в него, в определенные события и учит чему-то. Оно должно обязательно чему-то научить. И ни в коем случае неплохому. Я думаю, человек должен испытать катарсис, он должен испытать очищение после того, как он увидел интересный спектакль. И если артисту в этом спектакле удалось еще очень качественно сыграть свою роль, мне кажется, тогда эффект усиливается. Чисто технические партии, не имеющие под собой никакой основы, просто танец ради танца – это тоже интересно по-своему, но мне достаточно быстро надоедает. Поэтому главным для себя считаю, конечно, сюжетные спектакли, в которых и техническая составляющая, и актерская балансируют, составляют идеальный баланс, и тогда получается то, что называется для меня балет. А в вашей постановке, которая будет весной, в вашем вечере, планируются слова? То есть там будут актерские роли со словами, будут диалоги, и у вас в том числе будет диалог со сцены? Да, безусловно, там будет присутствовать речь, там будет разговор, там будет текст. Его не будет много, это не будет перенасыщенный текстом и драмой спектакль, но текст необходим, чтобы легче донести суть, чтобы не растягивать действия. На мой взгляд, замечательная поговорка, хорошего должно быть чуть-чуть. Должно хотеться больше, но мы должны закончить на какой-то правильной, нужной, верной ноте. И поэтому здесь не будет как переизбытка танца без слов, так и переизбытка слов без танца. Будет баланс, я буду стараться это соблюсти. А как вам, как вы это сейчас уже... Ну, у вас был ли опыт, кстати, выступления на сцене со словами? Что-то говорить со сцены не в кино, где камера, мотор, команда? Немножко другая ситуация все равно, а именно на большой сцене что-то говорить в зал? Ну, безусловно, да, говорить в балете не принято, хотя есть балеты с текстом. Но, как правило, это небольшой текст. На моем веку у меня были такие спектакли, но их было очень мало. Скорее всего, кино послужило вот таким толчком к этому. И я не чувствую в себе какой-то скованности. Говорить со сцены мне даже легче, чем перед камерой. И я не считаю это чем-то новым, это я не открываю Америку, но просто ощущаю в себе потенциал сделать это хорошо. Поэтому я считаю, что это должно быть. И это удачный прием для восприятия зрителем. И, в общем, вполне приемлемый для меня прием. В будущем, когда еще много-много-много лет вы будете танцевать, но потом, когда вы уже поймете, что хотите поменять, то вы не планируете все-таки уйти в артистическую среду? Потому что многие, допустим, уходят в преподавание, а вот если у вас уже есть такой опыт или потенциал есть, вы об этом задумывались? Вы знаете, здесь очень важно попасть в нужное время, в нужное место. И если я буду кому-то в этот момент интересна в данном своем амплуа, такая, какая я есть или такая, какой я могу быть, как, в частности, оказалась нужна режиссеру Андрею Смирнову для фильма «Француз». На мой взгляд, он мог взять множество других девушек-актрис на эту роль. И, в общем, танец не главное был в фильме, и там не было обязательно такой необходимости крутить 32 фуэтэ, с которым бы не справилась актриса. Но так или иначе он рассудил так, ему был нужен именно такой типаж, именно я, и вот так сложилось. Если в дальнейшем в моей жизни будет такая во мне необходимость у кого-то, я буду только рада. То есть если я найду своего режиссера, свой режиссер найдет меня, в каком-то спектакле будет это необходимо для действия, я буду только рада. Но, как бы, превозмогая все вокруг, да, там, пробивая себе дорогу локтями, я бы не хотела занимать какую-то позицию актрисы где-то, где, в общем, доселе меня не было. Где тоже большая конкуренция. Да, я вообще, да, считаю, что все должны заниматься своим делом. И если так получилось, что некоторые люди вдруг оказываются в другой немного профессии, но они там убедительные, то да, это здорово, это замечательно. Но, знаете, сколько примеров даже вот непонятных актрис для меня. Я не буду рассуждать на эту тему, но иногда хочется задать вопрос, а где индивидуальности, где таланты. И поэтому вот только если то, что я делаю, будет достойно внимания, это будет здорово. А если нет, то зачем это нужно? То есть, получается, когда вы попали в фильм француз, вы не проходили кастингов, а к вам поступило предложение? Нет, я проходила кастинги, были пробы. Были пробы и не один раз. Но так как я сквозь каждые пробы получала новый опыт, и в результате все равно осталась именно я, и я даже, честно говоря, не видела соперниц рядом с собой. Я не знаю, кто еще параллельно проходил кастинг, но я никого, в общем-то, не видела в поле своего зрения. Я сделала вывод, что, наверное, действительно нужна, и поэтому уже на площадке я старалась быть полезной. Премьера будет весной, да, насколько? Премьера будет 31 октября. В кинотеатре Пушкинский уже очень скоро. Вот тоже еще одно приглашение. Я думаю, что очень интересно в любом случае посмотреть. А вы видели финал, конечный вариант? Да, конечно, я уже была на премьере фильма. Премьера состоялась на Кинотавре в Сочи, на закрытии фестиваля. И вот тогда я первый раз посмотрела фильм в его уже последней редакции. Трудно, конечно, оценить себя с высоты моего небольшого опыта, но все же думаю, что это было неплохо. Очень интересно. А вы сказали, что самое критичное. Это относится и к вашим выступлениям? Смотрите ли вы свои записи? Да, конечно. И даже вы, все равно вам что-то не нравится, и вы расстраиваетесь. Даже вот человек с таким опытом и таким талантом все равно находит какие-то изъяны. Ну, знаете, чем старше становишься, тем больше ты в себе замечаешь. И это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, очень мало кто еще замечает это. Поэтому это не стоит сверх внимания. Это важно для меня, потому что мне нужно себя все время держать в строю. Мне нужно все время на себя влиять. Иначе я остановлюсь. Но, с другой стороны, не стоит воспринимать это слишком серьезно, потому что большинство людей, даже очень близких к балету, они этого не замечают. Это лично твое. Конкретному человеку может что-то не нравиться в себе, например, глаза или нос. Но окружающего это может никогда не заметить, потому что у человека личное отношение к себе, самокритичное. Поэтому это просто моя внутренняя работа, которая важна мне. О ней даже не обязательно говорить кому-либо. Это просто для меня важно. Извините, какой это сезон у вас начнется в театре? В большом? Признаюсь честно, я не считаю сезоны, но могу предположить, что 18-й, наверное. И вот скажите, есть ли разница, вот первый сезон вообще в театре, конечно, в Мариинском, я имею в виду, или первый сезон в большом театре, и вот такой уже 18-й, есть ли по ощущениям, по каким-то переживаниям, не знаю, с каким, имею в виду, настроением, есть ли какой-то, может быть, уже всегда нужно входить в форму заново, вот это вот какое-то, меняется от года в год или нет ощущения? Ну, вы знаете, конечно, что-то меняется, бывают более яркие сезоны, бывают менее насыщенные сезоны, но в целом творческая работа, она, как любая работа, достаточно однообразна. Сезон всегда начинается, всегда репетиции, всегда спектакли, гастроли. Это неизменно. Я очень счастлива, что в моей жизни возникают другие проекты, такие как кино или собственный вечер, или какие-то, ну, скажем так, небанальные представления, которые разнообразят эту жизнь. Нет, мне не скучно, но в целом хочу просто подтвердить, что, как и в любой другой профессии, все одинаково. Ну да, согласна, в принципе, везде своя есть основа, потом уже какие-то есть... Вот хорошо, а вы начинали, ну, не будем рассказывать заново, всем, кому интересно, я думаю, могут найти ваше интервью в интернете, так же, как я искала, когда вы рассказывали про Мариинский театр, очень интересно. Но вот мне интересен немножко другой вопрос. Я тоже снимая, общаясь с разными людьми, артистами, педагогами, стала замечать такую историю, а у вас, как у представителя все-таки петербургской школы, хочу спросить. Говорили, говорят так, что раньше, допустим, когда артисты приезжали за границу из России, то другие, ну, педагоги, которые там работают, всегда видели откуда, из Москвы или из Петербурга. Это было очень заметно. Может быть, вы, кстати, объясните, почему. Но вопрос в том, что сейчас говорят, что эта граница размывается. Но это не мое мнение, вот я слышала такое мнение. И вот мне интересно тоже, по вашим ощущениям, действительно ли размывается, и хорошо это или плохо. Вот почему она размывается? Должна ли быть вот это вот отличие петербургской школы и московской? Два вопроса получилось в одном. Да, я вас поняла. Раньше, конечно, именно в самом Советском Союзе, наверное, различались стили Большого и Мариинского театра, потому что, ну, как одному городу присущ один стиль, так другому другой, и так же и в балете. И плюс у нас было меньше артистов извне, артистов с запада. Мы их видели, но это несравнимо с тем, что мы видим сейчас. И, конечно, эта граница была ярче. То есть мы замечали стиль, исполнение, руки, какие-то технические особенности, как принято учить и исполнять в Москве, и как принято учить и в дальнейшем исполнять в Санкт-Петербурге. Все это знали, все понимали. Люди из других городов России и Советского Союза, наверное, тогда тоже знали, понимали. А сейчас граница действительно размывается, потому что мир более открытый. То есть сейчас все не только в рамках Петербурга и Москвы, и даже для русского балета. А мы видим весь мир. Мы видим Париж, мы видим Лондон, мы видим Америку, Японию и так далее. И у всех получается какой-то общий стандарт появляется, как хорошо танцевать. Например, как высоко поднять ногу, как достойно скрутить какие-то пируэты, как преподнести свою стопу. Все видят это, все видят качество и понимают, что вот так хорошо, а вот так плохо. И вот именно вот этот стандарт качества, он сейчас стал главным. Соответственно, все школы, и русские, и нерусские, они стремятся к этому стандарту. Вот поэтому, на мой взгляд, размываются границы. То есть есть уже понимание, как хорошо, как стильно, как здорово, как модно и как не здорово. Вот и все. Вот и на мой взгляд, почему. Ну это даже в принципе логично и очень такое, ну как хорошее развитие получается. Почему нет, да? Некоторые просто, ну тоже такие, как представители советской школы, ну я имею в виду, взрослые люди, они считают, что теряется частота исполнения и теряется смысл балета, поскольку балет это танец в душе исполненный полет, как говорил поэт. Вот. Вот. И они обвиняют как раз, что вот из-за того, что стали поднимать очень высоко ноги, это Америка вообще пытается, они очень техничные, они делают все быстро, они у них там своеобразный класс, вот, а мы тоже как-то вот, теряем какую-то вот эту вот душу. Вы согласны с этим или нет? С русской душой, с русским танцем происходит что-то на вашем месте? на ваш взгляд, поскольку вы сами исполняете каждый день, репетируете, танцуете, занимаетесь в классе или нет? Или это просто, знаете, как всегда, поколение отцов и детей всегда есть какой-то спор, вот, или это логичное развитие, что ведь ничего не должно стоять на месте, пока там язык живой, пока он меняется, он живой, если он не будет меняться, он станет мертвым, так же и в балете, он должен меняться, чтобы не стать мертвым. Ну, как вам ответить на этот вопрос? Я, я считаю, что вообще в данном случае какое-то вот такое понятие «русская душа» в балете это очень-очень странное, странное вообще выражение, потому что существует, безусловно, русская душа, отличающаяся от всех других душ на земле, и о ней можно говорить отдельно и долго, и, но именно в балете, так же, как и в любом другом виде искусства, театральном, например, в драме или в кино, существует индивидуальность, некоторая одаренность, некоторая особенность человека, отличающего его от других актеров. И здесь неважно, русский ты человек или французский, или еще какой-нибудь. Есть что-то свыше просто профессиональных качеств и хорошей техники, что делает тебя особенным, что делает тебя, не знаю, звездой Голливуда или звездой большого театра. Но именно настоящей звездой, звездой не потому, что, потому что, а именно потому, что на тебя хотят смотреть зрители. И именно ты даешь что-то сверхъестественное в своем спектакле, чего не дает другая такая же, казалось бы, прима. Дело даже не в статусе, дело вот в этой особенности, я ее называю индивидуальность. Понимаете, есть индивидуальность, есть балерина, нет индивидуальности, нет балерина. Вот и весь ответ. А русская она по национальности или нет, это на самом деле не так уж важно. Существует вот это вот какое-то такое, как сказать, это чувство, это именно то, что ты чувствуешь в виде конкретного человека на сцене. Он тебя трогает или нет, он какие-то фибры души колышет или ничего не происходит с тобой. Вот в этом суть, я считаю. Очень интересно. А еще я, смотря ваше интервью, читая, вы рассуждали на тему конкуренции, то, что конкуренция очень важна, это было несколько лет назад. И вот я хотела узнать не о конкуренции сейчас, а о том, что уже с таким опытом, с таким же именем, вот до сих пор есть ли у вас это чувство какого-то сравнения, не конкуренции, а сравнения. Или раньше, может быть, было ли у вас такое, сравнили ли вы себя с другими артистами, которые, ваши современники. Потому что это ведь очень, ну, это вообще в жизни, иногда мы себя с кем-то сравниваем и не в свою пользу, к сожалению, большинство из нас. Есть у нас такое, наверное, почти у всех. Вот. Как вы с этим тогда, если у вас такое было, как вы с этим боролись, стимулировало ли это вас как-то развиваться или наоборот, может быть, мешало вам? Ну, и мешало, и стимулировало время от времени, конечно, без взгляда на коллег очень трудно вообще судить о себе, потому что нужно обязательно замечать хорошее, нужно видеть плохое, но нужно из всего делать правильные выводы, относиться ко всему адекватно, то есть понимать, а мне нужно это, мне нужно то, чем я восхитилась, увидев вот у этой балерины, может быть, это вообще совершенно мне чуждо, это здорово, быть может, но для меня-то это нужно, вот первый вопрос, который нужно задать. Второй вопрос, это, конечно, оценивать недостатки, то есть видеть в комнате, скажем, что-то неправильное и уже избегать этого в своей собственной творческой деятельности, ну, учиться на чьем-то примере, да, всегда немного нужно смотреть по сторонам, это нужно, конечно, а как же. Вы к этому приходите, как бы через случай, я так понимаю, что вы очень осознанный человек, да, вы очень много как бы осознаете, анализируете, у меня сложилось такое мнение, по крайней мере, сколько я смотрела в это интервью, что вы там говорили, что вы раньше занимались самокопанием, но сейчас, к счастью, это поменялось в лучшую сторону, вы стали сильнее, увереннее, вот, насколько я ваши слова цитирую, то есть вы все время все равно развиваетесь внутренне, правильно я понимаю? А что вам помогает в этом развитии, помимо анализа, самоанализа, может быть, где-то извне источники какие-то вам помогают? Ну, источники извне, конечно, они повсюду, они со всех сторон нас окружают, и надо просто их замечать, это соседние театры, в которых можно подчеркнуть что-то в интересных постановках, книги, которые так или иначе жизнь тебе подкидывает, именно вот подкидывает, потому что можно просто составить список желаемого к прочтению, но в то же самое время жизнь сама зачастую дает тебе ту или иную книгу, которую ты не планировал прочесть, но вот именно она на данный момент тебе очень важна, потому что из нее ты почерпнешь какой-то новый опыт, нужный на сцене, нужный для образа, или просто для понимания жизни в целом, просто прислушиваться к тому, что окружающий мир тебе рекомендует, это тоже очень важно. Кстати, когда вы готовитесь к образу, вы какой путь используете? Больше репетиционный или все-таки вы обращаетесь тоже к первоисточникам, книгам, фильмам каким-то? Проделываете ли эту работу? Конечно, я обращаюсь ко всему, к чему можно обратиться, а в дальнейшем просто рисую свой путь. Понимаю, что мне близко, что далеко, что я могу применить, а что, в общем, для меня неприменимо, и просто из этого всего как бы моя модель поведение в данной роли, в данном спектакле создается. Она всегда индивидуальна для каждого артиста, я так думаю. А существуют сейчас спектакли, которые вы хотите станцевать, которые еще не станцованы? Да, «Манон». Это французского... Английского. Кеннета Макмиллана. А, Макмиллана. Да. У наших друзей на канале «Тренинги в трениках» тоже начался новый сезон. Это канал для тех, кто делает карьеру или работает в офисе. У них уже появилось новое видео о том, как вести себя в конфликтах с людьми разных психологических типов, об офисном ожирении, а также о том, как бороться со стрессом на работе. Я хоть и не работаю в офисе, но мне понравилось видео о том, почему все больше деловых и успешных девушек не могут выйти замуж. И главное, что делать, если все-таки этого хочется. Подписывайтесь на канал, ссылка в описании под видео. Вот тоже затрагивая тему партии. Вы сейчас уже знаете на весь сезон вашу занятость или это у вас происходит более... Да, более спонтанно, чаще. Я знаю расписание свое, личное, то есть моей гастроли, спектакли, которые я планирую заранее, они идут у меня отдельным, так скажем, листом. А театральные спектакли, они часто, во-первых, меняются, то есть даже выяснив свое расписание наперед, не всегда окажется по факту так, потому что у нас вносятся изменения в репертуар даже вот за короткий промежуток до спектакля, может наименование спектакли напрямо поменяться, и твои планы из-за этого нарушатся. Поэтому я всегда оставляю какой-то люфт для событий в театре, ну а свое собственное расписание, конечно, планирую заранее. И вот насчет партии, насчет того, чтобы исполнять роли на сцене, я видела давным-давно у вас пост в соцсетях, я давно на вас подписана, по поводу должен был быть спектакль, который вы танцевать должны были, но резко что-то произошло не так, и вы писали такую фразу, что кому-то нужнее. То есть я не хочу, я понимаю, что это все очень сложные вещи внутренние, но вообще просто всем очень интересно, как распределяются партии в Большом театре, можно ли об этом что-то сказать или нет? Ну то есть насколько это справедливо, несправедливо? Справедливости в Большом театре нет. В Большом театре, как в любом нормальном театре, нет справедливости. Это что вы? Где вы видели вообще справедливость в Больших театрах? Роли распределяются по-разному. Иногда бывает, что действительно человек достоин того, что он исполняет, а иногда, к сожалению, играют роль совершенно другие вещи. и эти вещи могут быть абсолютно разными. Я их не буду здесь перечислять. И действительно бывает в ситуации, в которых кто-то за тебя решил. Это может быть и был твой спектакль, но кто-то за тебя решил, что тебе он не нужен. И это просто постоянно так происходит. С этим надо либо смириться, либо бороться. Бороться бесполезно, а смириться гораздо проще, потому что жизнь-то продолжается, и если на это тратить нервную систему и эмоции, то их не хватит на сцене. Поэтому я лично для себя уже давно выбрала путь. У меня есть свой собственный график, он зависит только от меня, от моего собственного здоровья и состояния. И здесь я сама себе диктую, как я буду себя вести, и все мои спектакли, они останутся моими всегда. Но в случае с большим театром, где все решают очень разные вещи, зачастую совершенно непрофессиональные, я влиять никак не могу, поэтому я просто смотрю на это сквозь пальцы. Тоже такой очень большой виден опыт, которому нужно поучиться. К любому вообще случаю в жизни можно так относиться, это же не только к театру, конечно. Это вообще должно быть жизненной философией. То, на что ты не можешь повлиять, но это, по-моему, Дейл Карнеги еще сказал. Во-первых, живите в отсеке сегодняшнего дня, а во-вторых, если вы не можете изменить ситуацию, измените свое отношение к ней. Да, это я помню, эту фразу. О вашей внешности, о вашей красоте можно вас узнать тоже, как подписчики. Инстаграм Евгения, я думаю, не нужно рекламировать, но он указан под видео. Я видела там ваше меню, мне очень понравились блюда, но мне вот интересно, кому интересно, переходите в Инстаграм, посмотрите. Мне интересно, когда у вас насыщенный сезон, не получается же такой соблюдать режим? Он же другой совсем. Да, конечно. Вот как вы, я знаю, что вы пьете кофе много. Да, я кофеман. Вот, но как у вас тогда строится в сезон спектаклей, в сезон репетиции, вы, получается, как и все балерины, вы пропускаете обед. Да, да. Ну, конечно, здесь, понимаете, этот распорядок, он, конечно, рассчитан на людей, которые знают наперед свое расписание, которые знают, что у них есть перерыв на обед, у них есть перерыв на кофе. И это всегда может быть, да, примерно в одно и то же время. Это замечательно, потому что для здорового образа жизни вот этот режим, он просто необходим. Вот как живут дети, да, дети, которые не должны работать, ходить там куда-то обязательно, они входят во всякие кружки, в свободное от режима время. Вот мои дети, например, у них есть четкое время завтрака, прогулки, обеда, полдника и ужина, и оно никогда не меняется. Что-то должно сверхъестественное произойти, какое-то событие, чтобы это поменялось. Но, как правило, мы соблюдаем этот режим. На гастролях или во время каких-то подготовок к серьезным спектаклям очень трудно соблюсти этот режим. И здесь очень важно просто понимать, какие продукты я ем в принципе, а какие я не ем в принципе. И просто не позволять себе нарушать вот это правило, которое ты можешь соблюдать вообще всегда. Ну, то есть вы, хотя, как бы вы ни были голодны, вы не будете перекусывать шоколадом, булочками, какими-то вредными продуктами. Нет, просто заранее нужно как бы подумать, вот я нахожусь здесь, что есть в радиусе действия. Я могу пойти в кафе здорового питания, да, или я могу пойти в любое кафе, но в нем есть, скажем, какое-то приличное блюдо, которое я буду есть, которое мне полезно. Но если в радиусе действия только Макдональдс, ну, лучше тогда купить в магазине что-то и принести это с собой. Просто не стоит менять вот эти привычки, потому что если их поменять, то тогда никакого смысла в соблюдении здорового питания нет. Вы просто его не сможете соблюдать, оно не получится. Тогда как похудеть, как тогда держать форму? Я уже говорила даже на своей странице, что диета – это именно форма вашего питания ежедневно. Вы должны полюбить то, что вы едите. Ну, вот понять. Я люблю это, это полезно. Это не полезно, чем я могу это заменить? Ну, чтобы мне нравилось. И вам должно нравиться то, что вы едите. То есть вот вы должны хотеть обедать. Грубо говоря, я хочу обедать, что я съем на обед? Я съем там овощи, я съем бульон, я съем, не знаю, кусочек хлеба вкусного, цельнозернового. Это должно доставлять вам радость, а не то, что я буду есть салатные листья без сахара, соли. Согласна. Ну, как бы просто сам себя расстраиваешь. И последний вопрос касательно два вопроса. Физического труда и, понятное дело, в сезон, точнее, даже интересно, в сезон, если у вас есть выходной, занимаетесь ли вы? И вот я видела, что в отпуске вы занимаетесь танком, занимаетесь гимнастикой Князева, но многие балерины прям вот очень много занимаются, ходят в зал и в отпуске. Вы тоже, я так понимаю, что стараетесь силато с середины соблюдать, чтобы совсем не выйти из формы, но при этом не перегружать и дать отдохнуть телу. Правильно я понимаю? Да, да, совершенно верно. Я стараюсь что-то обязательно делать, чтобы тело не забывало физическую нагрузку. Но в то же самое время отпуск должен быть временем отдыха, и поэтому не нужно себя заставлять делать больше, чем ты должен. Ты просто должен поддерживать себя в форме. Есть определенный класс. Каждая балерина вообще может его создать индивидуально, поставив туда в приоритет те движения, которые больше всего нужны для нее. Что там первым делом выходит у кого из формы? У кого-то шаг. Надо растягиваться. У кого-то спина. Значит, надо не забывать о гибкости, постоянно делать упражнения для спины. Это все, опять же, очень индивидуально. Но, конечно, лучше двигаться. То есть больше двух недель без физической нагрузки я стараюсь себе не позволять. А вы какой-либо что упор делаете, если не секрет? Я в первую очередь уделяю внимание как раз спине. Обязательно стопы. стопы должны работать. Но шаг, в общем, в этом нет такой необходимости прямо растягиваться постоянно. Но тоже не будет лишним, чтобы гибкость сохранилась. То есть спина, стопы, шаг. И последний вопрос. Скажите, какое для вас идеальное выступление? Прямо вот, чтобы все было так, как вы идеально для вас. И было ли такое уже в жизни вашей? Ну, безусловно, были удачные выступления для меня. Самое главное настолько быть готовой к спектаклю физически, хорошо себя чувствовать, не болеть, не испытывать недомогания, быть физически очень сильной и в хорошем расположении духа, не быть в плохом вот как бы настроении. и быть очень подготовленной в плане репетиций. То есть, например, партия настолько отрепетирована, что ты не сомневаешься в себе. Ты точно знаешь, что ты делаешь, у тебя не произойдет какой-то сбой, ты не забудешь движение, спектакль сделанный не в ППХ, когда ты думаешь о хореографии, а он уже хорошо вошел. Ты уверен в технике, ты точно знаешь приемы, которые ты будешь применять. И если что-то пойдет не так, ты тоже знаешь, что ты будешь в этом случае делать. И вот когда ты на все сто процентов в этом уверен, а, допустим, спектакль еще и имеет драматическую составляющую, ты полностью уже отдаешься своей роли, своему персонажу и проживаешь его жизнь. Вот для меня это идеальный спектакль, когда нет никаких мыслей о технике, о хореографии, о стилистике, но есть все мысли и хорошее настроение расположения духа к тому, чтобы прожить жизнь героя. Как часто вам удается прожить такие идеальные спектакли? Это очень непредсказуемо. Но я точно знаю, что когда я в очень хорошей форме, я все время на сцене, и таких спектаклей, конечно, гораздо больше и чаще. Реже они происходят в начале сезона, когда ты еще, скажем так, не раскачался до хорошего состояния технического. Или в конце сезона, когда ты вроде бы уже можешь все, все прекрасно, но у тебя просто нет желания. Ты просто устал, как обычный человек. Устал, и тебе нужно отдохнуть. Вот эти вот два времени, так сказать, сезона, я не очень люблю начало сезона и его самый конец, когда уже просто изнемогаешь физически. А середина, и вот так, расцвет, весна, они всегда очень плодотворны. Желаем больше вам удачных, идеальных спектаклей, хорошего, плодотворного сезона. Будем очень ждать вашего вечера. Спасибо еще раз, что пришли к нам. Подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами. Вот у нас такие гости теперь появляются. Спасибо. Друзья, пишите, какие вопросы задали бы Евгений и вы, что вам интересно. Пишите под видео. Надеюсь, что это не последняя наша встреча, что мы будем находить время записывать какие-то репетиции с Евгений, какие-то выпуски еще снимем, и я задам ей эти вопросы. Спасибо.